Всем привет! Вы на канале ТОП-Армия. Реактивная артиллерийская система ПЛНС впервые была введена в эксплуатацию в 2016 году и широко считается наиболее заметным оборонным продуктом, разработанным в Белоруссии с конца советской эпохи. После распада Советского Союза большая часть оборонного сектора государства унаследовала Россия, при этом большая часть остальных приходится на Украину и Беларусь. Последняя остается тесно интегрированной с Россией. В то время как основная часть белорусского производства вооружения представлена под системами или транспортными средствами для российского вооружения, более уникальные системы страна разработала сама как для собственных вооруженных сил, так и на экспорт. Однако система ПЛНС была уникальна тем, что сильно зависела от китайских технологий во время укрепления связей между Минском и Пекином. Так, ну и давайте перейдем к самому ПЛНСу. ПЛНС завершил свои испытания в мае 2016 года, а через три месяца начал поставки в белорусскую армию. Поскольку Беларусь в основном специализируется на производстве тяжелых колесных машин, ПЛНС использует отечественное колесное шасси МЗКТ-7930 Астролог с колесной формулой 8х8 в качестве базы для своей мобильной пусковой установки. Каждая из них несет 8 китайских 301-мм ракету А-200 с очень большой дальностью действия в 200 километров, которая позже была увеличена до 290 километров с вариантом ПЛНС-М, что сделало их безусловно самыми дальнобойными реактивными артиллерийскими системами, разработанными за пределами Китая или Северной Кореи. Источники в правительстве Беларуси сообщили, что в 2021 году отечественная ракета для этой системы заменит китайский оригинал и обеспечит аналогичную дальность действия, что возможно указывает на передачу технологии из Китая. Несмотря на передовые возможности Полонезе, системой не было принято на вооружение в значительных количествах. Было поставлено всего 6 пусковых установок и они были развернуты в составе 336-й ракетно-артиллерийской бригады. Небольшой размер сил реактивной артиллерии Беларуси означает, что это все же не совсем незначительное количество. Армия развернула всего 42 батареи 300-мм реактивных артиллерий, а остальные 36 были системами 9А52 «Смерч» советского производства. За пределами белорусской армии пусковые установки Полонез были доставлены в Азербайджан для выполнения контракта, заключенного в июне 2018 года. Всего произведено всего 16 пусковых установок. Таким образом, очень небольшой оборонный бюджет Беларуси, составляющий всего около 800 млн долларов, большая часть которого была направлена на операционные расходы, а не на приобретение, были ключевым недостатком программы Полонез. Батареи, находящиеся на вооружении, служили символом потенциала оборонного сектора Беларуси, несмотря на то, что их наиболее мощной особенностью являются артиллерийские ракеты китайского происхождения и сыграли важную роль на полигонах, а также на белорусских военных парадах. Также есть вероятность того, что Полонез сможет получить дополнительные заказы либо из самой Беларуси, либо из России. А как думают зрители канала Топарми? Нужна ли такая реактивно-артиллерийская система Россия? Пишем свое мнение в комментариях под видео. Ну а я с вами прощаюсь, всем пока. И да, чтобы не пропустить следующий выпуск новостей, надо проявить недюжую смекалку и найти кнопку подписки. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok